Приветствую вас. Ольга. Проблема, которую вы описываете, выглядит интересно, потому что, с одной стороны, вы говорите, что вы не знаете, что делать в ситуации, когда не удовлетворены как женщина, а с другой стороны, вы говорите, что мои чувства к молодому человеку это чувства родителей к ребенку. И, в общем, я думаю, что, коль для нас нормально чувствовать своего молодого человека как сына, как ребенка, то, в таком случае, вам нужно оставаться с ним, но быть при этом такой классической мамой, которая жертвует собой ради сына, ну, ради детей, да. Вот. Если для вас испытывать родительские чувства к мужчине ненормально, то, я полагаю, что совершенно очевидно, что ваши отношения нуждаются либо в гармонизации, либо в прекращении. потому что по-другому счастливы вы не будете. Другой вопрос заключается в том, как так вышло, что мужчина, которого вы выбрали, эгоизм, хотя на самом деле это не эгоизм, но то детали. Как так вышло, что мужчина, которого вы выбрали, думает только о себе? Как так вышло? Ведь не случайно же это произошло, правильно? Не случайно произошло, что молодой человек не думает о вас в сексе. Также, если честно, я не очень понял этот момент, где вы пишете, что после того, как он сказал вам, что это ваша проблема, и вы можете ее решать, секса в вашей жизни становился меньше и меньше. Не очень понятно, что вы имеете здесь в виду. То есть на данный момент сейчас вашего мужчину абсолютно устраивает то, что сексуальная жизнь отсутствует. Вы, в свою очередь, пишете, что он не чувствует, что в наших отношениях что-то не так, а я уже на грани измены. Вот вы пишете, что вы на грани измены, и не очень понятно, что вы имеете в виду, либо вам просто не хватает, просто и откровенно не хватает секса, тогда непонятно, почему вы не заявляете об этом своему мужчине, не ставите вопрос ребром, что либо мы решаем этот вопрос, либо расходимся, если без секса вы не можете, что нормально. Вот, не очень понятно, не очень понятно. Либо не расстаются с младым человеком своим. То есть, немного вот этот момент, они прозворечат друг другу. Вот. Вам нужно разобраться с этим, и тогда все будет понятно. то есть, как вы относитесь к эгоизму младого человека. Например, что для вас значит, ваш молодой человек? Что для вас значит то, что вы воспринимаете отношения с младым человеком сейчас, как отношения родителей к ребенку? Что с чем будет у вас? То есть, вы надеетесь на что? Что молодой человек станет другим? Что молодой человек изменится? На что вы надеетесь? То есть, такое ощущение, что вы не доверяете себе, что вы не уверены в себе. Может быть, вы чего-то боитесь. Вот, на это, в первую очередь, и нужно разобрать, обратить ваше внимание. С этим нужно разобраться. А дальше уже решите, чего вы хотите. Вполне вероятно, что вы выбираете себе, таких мужчин, с которыми у вас сейчас возможно либо только секс, но ничего больше, потому что с бывшим молодым человеком вырастали. Причины расставания неизвестны, но я полагаю, что они системные. Либо вы более-менее духовные отношения выстраиваете, но исключительно как родитель ребенок. Ну, в любом случае, не взрослый-взрослый. Если это является повторяющейся моделью поведения, то мы имеем дело с родительским сценарием, который вы повторяете вслед за своими родителями. изорвется, это нужно корректировать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Субтитры создавал DimaTorzok